Эту дату должен помнить каждый. 27 января 1944-го. Полное снятие блокада Ленинграда. В окружении врага город выстоял 872 дня. Владимир, как и любой другой город России, связан с этим событием. Прежде всего потому, что у нас живут свидетели тех лет, жители и защитники Ленинграда. 34 блокадника осталось во Владимире. В музее воинской славы в памятный день пришли трое из них. Здесь для всех желающих проводят экскурсию. Непокоренный Ленинград. Атмосферу блокады передает маленькая комната, наполненная предметами быта тех лет. Почти 80% экспонатов – оригиналы. Экспозиция сама создавалась при содействии блокадников Ленинграда, которые в жизненной ситуации оказались за пределами города после эвакуации из города Ленинграда. Можно своими глазами увидеть одежду, обувь, продукты питания, письма, средства связи и передвижения. Есть даже радиотарелка, печка-буржуйка, лампа-коптилка. Хлеб тоже настоящий, приготовлен по рецепту самих блокадников. В голодные годы муки не было. Заменой служила целлюлоза и даже обойная пыль. А как напоминание о довоенном времени – вот этот патефон с любимой мелодией. И практически из каждой квартиры звучал, из каждого парка. Действительно, эта мелодия о мирном времени, беззаботном, так скажем. Своими воспоминаниями поделились свидетели блокады Юрий Гуськов, Тамара Чернышева, Михаил Коншан. В те годы они были еще детьми. Им пришлось пережить эвакуацию, смерть близких, голод и так называемую ленинградскую болезнь – дистрофию. Трехлетнюю Тамару эвакуировали из города, когда она уже была в беспамятстве. И рассказать об ужасе военных лет не может. Только в 1979 году узнала, что является приемной дочерью. С тех пор искала своих родственников. Найти удалось лишь свидетельство о смерти брата. И был еще у меня брат. Вот свидетельство о его смерти в 16 лет. Больше никаких родственников я не нашла. Михаил Сергеевич так же, как и многие дети, страдал от истощения. Ведь найти что-то съестное было большой удачей. Голод – самый главный страх. Намного хуже, чем холод, утверждает блокадник. Разгромы булочной, драки за еду и случай людоедства – все это видел маленький Миша в своем детстве. Ветеран считает, что его дедушка совершил подвиг, который стоил ему жизни. Однажды он сказал маме моей «Наташа, спасай Мишу, возьми мои карточки, спасай его, мне время тлить, ему цвести». 27 января, но уже 1945 года, советские войска освободили узников нацистского лагеря смерти Освенцем. Точное количество погибших там так и не смогли установить. Эту дату принято считать международным днем памяти жертв Холокоста. Унижение, ужас, боль и смерть нельзя стереть из памяти поколений. По данным исследователей, с 1933 по 1945 годы нацисты Германии и их союзники убили более 6 миллионов евреев. В их числе были взрослые и дети. Работы исследователей, письменные свидетельства и воспоминания тех, кому чудом удалось выжить. Каждый год областная научная библиотека проводит выставку. Ее главная цель – напомнить об одной из самых страшных страниц мировой истории. Например, записки людей, которые оказались в концлагерях. Или интервью с теми, кто прошел концлагеря или просто столкнулся с политикой нацистской Германии, когда находился либо на оккупированных территориях, либо проживал на территории Восточной Европы. Одна из представленных книг на выставке «Преступники. Мир убийц времен Холокоста». Ее автор Гюнтер Леви сам пострадал от политики нацистской Германии. Когда ему было 6 лет, его отец погиб в концлагере. Книга посвящена событиям тех дней. Вот уже много лет тема Холокоста продолжает вызывать серьезные вопросы. Как допустил Холокост народ, давший миру Шиллера, Гетта, Бетховена? Книга достаточно интересная, потому что она о том, как автор с помощью судебных документов, их более 900 штук он просмотрел, это дела, которые были заведены в отношении нацистских преступников, и это опросы судебные в том числе, автор пытается, анализируя эти документы, понять, а почему люди вдруг становились палачами, почему они начинали убивать своих соседей. Благодаря книгам нынешнее и будущее поколение будет знать и помнить события, происходившие во времена Второй мировой войны. Маргарита Махрова, Виктория Власова, Ирина Масленникова и Алена Владимирова. Шестой канал.